так еще одна полезная функция которая скрыта вот здесь в дополнительных возможностях это при фейдер метринг давайте о нем поговорим вот так выглядит включение выключение этого режима что позволяет собственно сделать этот режим он позволяет нам видеть уровне на каждой из дорожек нашего проекта до положения вот этого фейдера то есть нашу привычную фейдера громкости мы можем увидеть что реально происходит на дорожке это бывает очень полезно чтобы отследить уровни внутри каналов потому что после того как мы ну в классическом отображении как мы опустили фейдер нам кажется все хорошо громкость там не зашкаливает не пикует но дело в том что здесь вот это пиковое значение громкости показано уже после фейдера и порой бывает такое что перегруз там внутри канала существует но за счет того что мы сделали звук тиши фейдером мы здесь просто в значении даже не увидим что какое-то происходит какое то преувеличение громкости или ещё что-то но это напрямую сказывается на качестве звучания как минимум этой дорожке поэтому есть мы включим при фейдера режим то мы увидим реальную громкость внутри канала то есть то что происходит внутри в независимости от положения фейдеров мы можем даже вообще полностью убрать на ноль но все равно мы будем видеть реальную громкость давайте что-нибудь посмотрим вот отличный пример то есть я убираю сейчас при фейдер режим и видим что у меня с нейр играет в принципе в нам доходит пиковое значение до минус 9 то есть вроде бы все хорошо ничего не перегружает но проблема в том что внутри канала самого происходит перегруз то есть если я включаю режим при фейдер метринга я могу увидеть что вот здесь внутри в плагинах или ну в том что происходит внутри плагинов или самой дорожки у меня их идет очень громкий сигнал это ну мягко скажем не очень хорошо то есть данном случае мне нужно либо делать сэмпл тише либо плагин делать какой-то тише потому что на качество звука это может напрямую сказываться то есть вот такой пример прям наглядный по которым можно это судить друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем которые появятся в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество курса кредитов 30 50 или сразу 100 зафиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школы logic pro help на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучайте только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас я поэтому советую когда вы работаете над сведением своего материала обязательно включать при фейдер митринг don't до начала работы уже финального микса чтобы проверить что сами исходники на всех каналах желательно это делать делать еще до применения плагинов чтобы быть уверенным в том что на каждом из каналов вас не происходит клипирование вот на уровне еще исходника то есть чтобы у вас не было уже задранный исходник с которым потом очень накладете плагины и даже несмотря на то что вы убираете фейдер там ниже тише все равно вас происходит внутри него цифровые перегрузки которые ну влияют собственно на качество общего звучания поэтому при фейдер режим здесь очень помогает и вот в данном моем случае можно задуматься о том чтобы залезть например вот в барабанную установку и вот этот снейр просто сделать тише то есть найти его здесь и сделать его тише до выхода из батареи то есть чтобы он приходил на сам канал в значениях более низких и если это касается аудио как вот звука например вот таких лупов да там тоже зачастую бывает что звук уже доходит до максимума то в таких случаях проще вот гейном в инспекторе сделать просто звук тише то есть у вас есть возможность это отследить не оставлять это на самотек и я рекомендую вам вот реально затем следить и соблюдать грамотные уровни внутри микшера внутри лоджика потому что это позволит вам добиться более чистого насыщенного плотного звучанием без перегрузов без ненужных каких-то искажений в том числе частотных поэтому очень полезная функция имейте ввиду при фейдер метринг очень быстро вам дает возможность увидеть что происходит в самом канале